Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот оно что будет QSQ и Хронос Оферия для Эйдскют и два персонажа для Хеллборна Будет ли это Дэдвуд и может быть ралли или нужно кем-то... Ну саппортинг торт это уже понятно, но что же будет еще? Паразит и Дэдвуд Для команды QSQ их выбор завершен Хеллборн команда QSQ это Реттед Хэг, Торчерик, Хронос, Паразит и Дэдвуд Ну лайнап спорный... Хроносуперед похоже стоит соло, ну или такой семи-саппорт от торта получать И ралли для команды Легиона Достаточно сильный состав и там и там Здесь же как раз с Мидом дела попроще Силка соло-изи, ралли, наверное, соло-хард Мараксус инженером Мид Хотя может быть и Мараксус соло-хард Ну посмотрим, It's Cute против QSQ Начинают свою игру финальную и решающую в наших шоу-матчах В которых благодаря этому результату будет выяснено Кто же получит больше денег, а кто меньше из 750 долларов призового фонда И это кто-то уже явно из этих двух команд И именно в этой игре мы и увидим, кто же это будет Дэдвуд на миддлайне Хронос все-таки с саппортом тортом пока что наверху Дэдвуд будет ли соло? Паразит сразу купит себе чилис На нем играет Мале И будет секьюрить, похоже, верхнюю линию На которой ралли, будет ли он в соло стоять? Да, похоже, судя по дополнительному оригену, будет Пока встречи никаких Ах, над новый вардик уже на полянке Пул почему-то решили не вардить Офелия явно будет показывать агрессию Хронос на миддлайне, серьезно? Против маратча инженера Похоже, QSQ немного прогадали с лайнапом Торт уже перемещается на мид Ах, аг паразитирует тут из кустов по силуэтке Опа, заварушка наверху Хронос, если что, в принципе, смог бы убринкаться Паразит уже вышел из лица, чтобы попробовать помочь своей команде Но ни к чему это не привело пока что Хронос на миддлайне, что конечно неудобно Убивать даже инженеру с марасусом Может оказаться это нелегко Вверху Дэдвуд Урали, конечно же, побеждает У них скрип контролем Все у Дэдвуда в порядке Десять скрипов у него Четыре Уралика Первая погоня за рунами закончилась ли чем-нибудь Хаста вверху Энджик ее себе здесь кемпит Будет ли баночка для мараксуса, чтобы эту хасту забрать Банка бежит, но бежит пешком О, хаста вверху Побежал наверху Побежал, конечно же, по ворду Поэтому осторожничать Дэдвуд Зная о происходящем Силка, кстати, 11 крипов Не то чтобы прям супер-изи-фарм у нее Ее дает о себе знать Хотя у него всего 5-2 Но отвлекает он ее от фармов регулярно Офелькины ботинки мне пока как-то странно выглядит Никуда не выходила Офелия А на ботинках в лесу Наверное, просто страх перед паразитом Заставил ее ботинки купить Чтобы, если что, от него как-то убегать Хрон 13 крипов Это вот 21 И у Мараксуса тоже сейчас будет уже 21 крип Да, это, похоже, не будет легкая слишком игра Хронос вряд ли на Успринхелм пойдет Очень подсказывает мне что-то Что это будет выход на Рудклиер Сможет ли Хронос справиться с силкой или нет Все-таки он стоит на более агрессивной линии Чем сейчас стоит Федекс Хронос с лайфтубом вполне уютно Ах, Торт внизу нашел Руну Регена Будут ли пытаться забрать силку Наверное, нет Да, это тоже на стимбутсах А у Ралека дела не так радостно Хотя 17 крипов тоже неплохо Но на 11 крипов он все же отстает Торт хочет выйти на силку Хочет выйти на силку И выйдет Таких станок с решением промахнулся Но будет ли какое-то продолжение Вполне вероятность велика И у силки дела не сильно хорошо Хотя у него есть возможность дэдстан Но тычечку... Нет Есть Блад Ласт для команды QSQ Для Йонаса Фан Все-таки приход новый на нижнюю линию Принес какие-то плоды 6-й левел для Хаги И все-таки выигранный Хардлайн Дэдвуд получил 6-й левел Въезд по Ралеку На всякий случай сюда подойдет и поразит И здесь уже точно будет фраг У Ралек Компел еще не скоро Замедление и фраг для Супер КГ Ну 2-0 QSQ открыли счет очень неплохо Немножко денег и немножко опыта Они сразу же начали выигрывать Хотя у Кроноса дела не то чтобы сильно круто Ну тем не менее Свою линию он стоит и не умирает Что достаточно нелегко Против агрессивной линии инженер И Мараксус Пара забрал хосту Будет вес попадание станом По паразиту По Торту Тортом По Амараксусу Но И Хроносу достается фраг Очень хорошо скорнировали на действие Хоть и лоу хпшный Но перегодился Паразит на Нидллайне На хосте Сделали ребята фраг на Буча Который кстати у них У Легиона Очень не слабо фармил Третий фраг для QSQ И с такими раскладами Еще разок другой Убрить силку И лейтгейм потенциал Я могу смело сказать Что будет все таки За Хроносом Чтобы убивать силку Тут в принципе будет Дэдвуд Вернулся Энджик Дэдвуд на месте Охронность 6 левел Если удачно зацепит ультой То инженера точно Можем забрать Охральник Что-то себе задумал В верхнюю линию Он покинул И это явно уже миснули Паразит Кофелий В лес пока не спешит О-о-о Сделали Сделали Кстати они внизу Фраг на силке Я это упустил Слегка Но это был четвертый фраг Для ребят И силку убили уже дважды То есть по моим предположениям Еще разочек И будет Очень-очень Остановлен Федекс Тут Маракшу Среди вообще милаха Такая лошадь смешная Раллик на инвизии Опять засада на мидлайн Будет ли Хронос все-таки Достаточно слабый И с ультой Мараксу С еще может быть Чей-то помощью Можно попробовать Его забрать Но Вардик Дефенсив И знают ребята Что рульки какой-то Вверху уже нет Мидлайн со всех сторон Дефайца В жизнь Хроноса Очень важна команда QSQ От станок Тарта Сейчас будет Очень многое зависеть Ралли-то до сих пор нет И Будет ли лететь С антивардик На мидлайн Ох Три секунды Осталось у Ралли На инвизии И он Уходит с мидллайна Хронос продолжает фармить Дэдвуд Четыреста копеек Всего-навсего Осталось ему До Портал Кей Тогда жизнь Усилки Сильно ухудшится Мне кажется Врачи Как три Хэтмена Мог блинкнуться Очень неудачно Только что Йонас Въезд по Энжику Ульта от Эфелии Но похоже Она не спасет инженера Сейчас Есть башек И тем временем Мараксус пытается Среагировать по Тарту Замедление Очень вовремя От паразитой Бодиблок Просто с собой Подстопил Очень удачно Мараксус Попытка въехать Попадание Станом от Тарта И еще один фраг Для команды QSQ 6-0 Ребята сейчас Ведут по счету И это Очень неплохо Офелия Пуш Т1 Тауэра Вместе с силуэт Получится Похоже Получится Фрагнуть Офелику Она попробовала Отправить Клипа Но Но Кэтмены Больно Очень Кэтмены Нарезают И паразит Умирает Все-таки От Федекса И это Первый фраг Для команды It's cute Счет Открыла Именно силуэт Которая тут же Была отправлена Домой Офелии Хронослайфтубы Стимбутс Да тут Вот он Да 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 Вот он Решил пока Не показывать Порталкей Пойти еще Пофармить На ТПшку Порталкей Бestyle ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока все фармят, ничего не происходит. Дедвуд портал кейсов не показывает. Паразит, в принципе, рядом. И выйти на раллика, наверное, мог бы. Дедвуд, хватит, в принципе, манки на ульту. Силка пошла в лес. Ну, наверное, не сильно от хорошей жизни. И выходный энерджайзер тоже все-таки не нульстоун. Да-да, для Мараксуса, но вверху слишком много всех. Тут и Торт, и Паразит, и Дедвуда, которого нелегко будет убить. На всякий случай, а Филя рядом. Силка с Хагой похожа на примерно равный ГПМ. Хотя Силка все-таки обгоняет. 290 у нее, 230 у Хаги. Хаг, правда, вообще-то еще не умирал. Но, похоже, это его сейчас ждет. Немного опасноватое позиционирование врача. Хаги в петли. Ох, не попал. Не попал ралли к Ампеллам. Здесь уже Дедвуд ее, Дедвуд будет предложить проливу. И попадет и тем, и тем. И, конечно же, это фраг для Мусофан. Вместе с СуперКГ и отлично. И быстро убивают они ралли. Хотя можно было с таким же успехом забрать и Силку. Ну, ралли тоже хорошо. Он особо ничего не нафармил. И, похоже, что особо ничего в ближайшее время и не нафармит. Хрон переместился на верхнюю линию. Видите, ее бросил. Дедвуд, Дедвуд теперь с Портал Кейм. Какое-то время может походить по карте. Поделать угрозу всей команде противника. Ощутило. Ощутил СуперКГ и проблему. Еще изи. Блин, Калса, есть. Следующее ультование через 30 секунд. Будет ли он какую-то помощь себе призывать или просто уйдет с этой линии? Похоже, что уйдет. Хронос вверху. Фрифарм. На 14 минут без Рундкливера. Это, конечно, не сильно хорошо. Но не исключено, что он к нему уже в первую часть летит. Еще один Бродсвордик. 1200 копеек. И будет. Ох, Баракшу даже с ультой, по-моему, не зафармит. Хорошая добыча денег. Хроносу только что досталось. 900 копеек у него уже, как оказалось бы, минуту назад. Еще не хватало больше тысячи. Ралли кустом по всем. Конечно, стан подаемый. Ульта мимо. И как же нехорошо пролинулся. О, ньюдми. Хотя новых все равно забрали. Но если бы еще и ралли попал, то это мог бы быть легко. И три килла. Хрон буквально два крипа. Ее спасилки, а это не та. Есть рункливер. Ну, 16 минут на агрессивной миде все равно очень неплохой результат. Дэдвуда, конечно, хроносу не догоняет. Но у него 2, 0, 1, 360 гпм. Все, в принципе, достаточно стабильно. Ралли квест по хаге. Хаг сможет справиться с этим и выживает. У Мараксуса тоже, конечно, когда-нибудь Портал Кей будет. Ему до него осталось буквально 600 копеек. Сможет ли он комфортно их нафармить или нет. И это может быть тоже слегка переворот. Я с этом усилки серьезного Спирингхэм пока что. Ну, такое. Хаг не спеша. Выход на Хатфлауэр. Первый Арканстаф. Паразит домой регенится. И, наверное, нужно бы... О, 2000 денег. Это похоже на кодекс. Какая-то войнуха на нижней линии явно намечается. Здесь Дэдву, здесь Хага. И подойдет сейчас кодекс левел 1. Кентаврик от силуэтки. Нет больше кентавриков силки. Оп-оп-оп-оп-оп. Уже и Мараксу здесь есть. У него порталки. Да, уже есть Ивет. Мараксу будет въезд по Дэдвуду. Отличный сейв от эфири. Себя же. Но ненадолго. Дэдвуду, конечно же, заберут 3 Димена Тавра. А в Рэчит Хаг скорее всего уйдет. Хороший. Очень классный компел от Раллика. И он приводит еще к паре киллов. Умерло 3 персонажей с QQ. А забрали только одну Офелию. Неплохо продвинулись сейчас командой It's Cute. И, конечно, то, что они отвлекают внимание от Хронуса, это хорошие новости. Но вот так отдаваться было, конечно, не сильно хорошо. Но часто бывает такое, что вот именно таким образом от какого-нибудь порталки на Мараксусе ты и узнаешь. Начал ли Хронос тут всех уже обгонять? Да, начал. Бум, это 400 ГВ у Нокса. Еще один удачный ПК от Мараксуса, и это минус торт. Раллик, ничего себе, Хелмут в Блэк Лиджин. Он уже, уже немного больше ХП, 1300, и Ралли чувствовать себя станет комфортнее в тимфайтах. Ну, до 20-й минуты, как для его начала игры, это, конечно, очень неплохо. У него 250 ГПМ. На 100 отстает он своего противника по линии, но... ничем не менее. Ой, отличный въезд по Афелии и фраг для Супер КГ. Будет ли драка? Ульта от Инженера не сильно хорошо для Врачетхаги. У Мараксуса пока нет манки даже на... Блин, к Врачетхаг скорее всего сможет выйти, и так оно и есть. Будет продолжение по Мараксусу, хороший компел, но... Ну, а здесь уже Хронос. Да, Мора не уйдет никак. Загнать бы еще Лираллика, но он, конечно, фулл ХП. Не сильный-то. Удобно. Ну, хотя бы ты один не жду. Я думаю, киевский сейчас заберут. Парадит уже в баллисточке. Ралли хочет кого-то догнать. Достает до торта. Сразу Мараксус стал, по-твоему, очень хорошо. И это будет даблкил в любом случае. Да, минус Хаг и минус... Нет, Афелия. Нет, Супер КГ я как-то успел выжить. Нову и... Я на сам фан. Да, и Хагу забрали. Ну, Хронос все так же, пока команде не сильно нужен. Еще ни одной ульты от Хроноса мы не увидели. Пога-фу! Хроносу Тауэр вот так вот безнаказанно. С другой стороны, правда, Мараксусу дерется за второй Тауэр, но его заденять успел, Дэдвуд. Хроносу Тауэр отдали. Это 500, нет, 450 пока что. Дэдвуд непонятно, зачем были эти корни. Просто немножко откушить линию. Дэдвуд готовит засадную силку. Рядом есть еще и Хронос. Да, вот она первая Хроносферочка-то. Красавица. Ультарда Фили, к сожалению, не спасла. Вот весь адморакш, может, смог бы убить Хроноса, но не получилось. Дэдвуд, наверное, тоже от всего этого убежит. Хотя не факт, отличное попадание. Две секунды до порта. Окей, нет, Дэдвуд все-таки умрет. Отличные, кстати, мансы от Супер-КГЕ. Почти чуть-чуть он там не затайнил, пока была возможность уйти. Но силку поменяли и призвали аж всю почти команду, чтобы забрать Дэдвуда. И много времени потратили Хронос уже с Фаербрендом. И силуэтку, ребята, забрали. М-1-3-2 у Федекса. И-3-0-2 у... Ну, ноксам. Супер! Ужас! 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 гуля скоро хэлф лавр да вполне хронтур 16 лавел ногса вообще все нормально геометр купил себе силка опять не в том месте не в то время и это еще одна смерть для фэдекса толпой ребятки легко с ним справились у хаги вот почти вот почти хватает и хватило продал что-то продал и на хэлф лавр дособирал гемчик и утолщение на торте это уже steamboots и mystic westman и пару world of sight хронос хелму the black legion и это вполне может быть конгар гем и антивардинг часто подсказывают нам именно об этом легион похоже в курсе дела а а а а а Но дэмэджа особо немного Хага, контур въезд сразу по Фафирии, но неприятно Хаге уйдет ли? Хорош, очень вовремя, затаймил блинк Ульта от НЖК По Дэдвуду Дэдвуду нам тут вынуждены будем попрощаться К супер, как я умер достаточно быстро Хронос пока не сильно хочет драться со всей этой командой Особенно после смерти Дэдвуда Хронос на самом деле Ничего делать, может развернуться по силке Рядом, ну он не знает конечно, но рядом особо никого Нет, знает Даже ульта Афины похоже не поможет Да, Ultimate Warrior Унокса Это четвертый фраг для него Денайчику 16 левел И очередная попытка Конгора Для команды QSQ Хронос дабл дамажем В него никто конечно не захочет ломиться Патрулирует Паразит на инвизе Готов токен для Хроноса И 28 минут Очень уже нафармлены Достаточно для того, чтобы Как минимум попробовать что-то запустить Нокс Поможет своей команде Расправиться с последним Т2 А возможно зайти на ХГ Ой-ой-ой-ой-ой Нашли Нашли Йонаса Фауна И врач-трагу Мир достаточно быстро У Хроноса Есть В принципе Нет Хроносфера еще 8 секунд Три секунды Да, не сильно удачный везд Инициация со стороны Льона И одну Офелию поменяли На троих игроков Команды QSQ 14-16 счет Ну и Хронос с токеном Пойдет дальше фармить Сыночка стырил у Минотавра Хрон 20 Силка 17 И прилично Отстает от него По всем параметрам 500 гпм Хронос 300 гпм Силка И у силки дэмэдж Значительно меньше Хотя Импакт на игру Все-таки большой Может быть Еще ему Ракшу Скоро прикупит Хэлфлауэр Силка Буквально Буквально 700 копеек Хэлфорна Вы уничтожили легионную дверь! Продолжение порталке и инициации от Мараксу. Силке пока нужен был с самого начала игры, но уже не факт, что нужен был бы сейчас! Гоняют Супер РГЕ! Въезд по силке не сильно удался... А вот въезд по Мараксу вполне возможен! Ульта от Хроноса сможет ли он кого-нибудь забрать? Вполне возможно, что это будет Инженер! И ульта Фили не спасает, к сожалению, Инженера! Тем временем Паразит и... Снова расправляются одни с Мараксу, это даблкилл, сделанный на команде легиона. Итскьют начинают проигрывать этот файтик уже мощно. Будут ли выкупы у Мараксуса хотя бы? Вполне возможен выкуп, да. 2900 денег у него есть. Но, к сожалению, нет ульты. Вот это минус. Только на ралли. Взберем Верун и аркасус по кар medi. Политет. Это не менее. Разбеги! Взберем Яиц, я их еще не дам. Взберем Яиц, я немного качал! Взберем он в заметку, как я обидел! Это не так! Взберем он вверх! И тут вот эта файтик уже вновь! Взберем... Взберем Онлайн. Удачи! 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 Удачи!